Спасибо, Светлане, за чудную песню, молитву, в которой я думаю, что каждый согласен с каждым словом, которое было спедом. Сегодня, имея честь быть вместе с вами, я больше рассчитывал вместе поназидаться с вами, словом Божьим, потому что свое детство, свою юность я всегда вспоминаю, связанную с общиной села Тернова. И так случилось, что, скажем, уже дальнейшая жизнь, она в основном была очень далеко от Закарпатья. Сегодня я смотрю, то то поколение сейчас, которое где-то мне напоминает мое поколение, скажем, когда я здесь рос, то это уже, скажем, молодое новое поколение подросшее, которое готовится к новой жизни, которая перед ними предстоит. Сегодня мне очень сильно хотелось бы, чтобы то, о чем мы будем размышлять в этот день, было большим благословением, независимо от возраста. Какой бы у нас ни был, какие бы переживания, планы мы не ставили перед собой, но чтобы мы нашли для себя актуальность. И сегодня Божье Слово вдохновило каждого из нас что-то изменить в своей жизни, поменять приоритеты, поменять ценности, чтобы после сегодняшней субботы каждый из нас мог привнести в свои взаимоотношения с Богом, а также в свои взаимоотношения в семье, что-то особенное, чтобы приблизило нас намного ближе к Нему. Сегодня я очень был обрадован, увидев много детей, это очень хороший знак. Раз дети приходят в дом молитвы вместе с родителями, у общины есть будущее. Есть для кого здесь все делать, потому что, к сожалению, в Украине статистика говорит о том, что церкви, они по возрасту среднестатистическому становятся старше, старше и старше. То есть дети, подростки, молодежь все меньше и меньше выбирают связывать свою жизнь с Богом. Поэтому сегодня я хотел бы, чтобы мы с вами могли посмотреть через призму Священное Писание на детство, потому что это актуально абсолютно для всех, те, кто уже себя детьми не считают, скоро придет время, будут родителями, им нужно знать, как правильно, скажем, готовиться ко всему этому, ну а также они могут послужить для детей, тех, которые сегодня уже есть. Ну и в любом статусе, в статусе родителей, в статусе дедушек, бабушек, это весьма и весьма актуально. В самом начале я хотел бы прочитать текст, который записан в Евангелии от Луки, 2 главе, 52 текст. К сожалению, о детстве Иисуса написано очень мало. Но то, что написано о детстве Иисуса, мы можем из этого черпать для себя очень важное наставление. Евангелие от Луки, 2 глава, 52 текст, здесь сказано. И Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте и в любви у Бога и человеков. Оказывается, очень важно для ребенка 4 возможности, чтобы у него были. Это возрастать в премудрости, возрастать в возрасте, 3 в любви у Бога и любви у человеков. К сожалению, не у каждого ребенка есть все эти 4 возможности. К сожалению, не каждый ребенок, проходя этот этап детства и взросления, все это имеет. Но сегодня мне хотелось бы, чтобы то, о чем мы будем говорить, поспособствовало принятию участия каждого из нас. Потому что каждый из нас во свете 52 текста может принять участие в жизни любого ребенка, а хотя бы один раз в жизни переступающего порог молитвенного дома, или которых мы встречаем дома, на улице. Поэтому мы имеем возможность способствовать тому, чтобы эти 4 благословенные возможности все больше и больше было у детей. Ну, в самом начале хочу обозначить для тех, кто, скажем так, возможно, эту тему будет соприкасаться впервые, остроту важности для христиан, это важность обращать внимание на детей. Один евангелист после окончания евангельской программы сообщает жене о том, что ко Христу обратились всего лишь 2,5 человека. И жена, пытаясь выяснить, кто же это, уточняет. Ты имеешь в виду двое взрослых и один ребенок? На что он говорит, нет. Взрослый человек половину жизни уже отдал дьяволу. Поэтому Богу он может отдать только оставшуюся половину. А ребенок может отдать всю. Скажите, те из вас, кто впервые услышали этот пример, так, откровенно, вот ваши ассоциации, ваше представление, полчеловека, о ком вы подумали, что это взрослый человек или ребенок? Кто подумал, что это ребенок? Есть такие среди нас? Мы не привыкли, наверное, так активно реагировать. Лично я, когда впервые об этом услышал, естественно, что я подумал, что это ребенок. И это, скажем, говорит о той привычном образе мышления, которым у нас сложился. У нас, к сожалению, чаще всего представление такое, что самое важное, это уже с молодежного возраста и дальше. То есть, как бы, молодежь, она уже может рассуждать нормально, поэтому с ними можно говорить о Боге, с ними можно говорить о очень серьезных вещах, о принятии важных решений. И поэтому, соответственно, как бы, только в таком случае можно говорить о цельном человеке. А ребенок это всего лишь полчеловека. Так вот, как раз таки, сегодня мне хотелось бы, чтобы мы что-то могли изменить в привычном образе мышления. Чтобы вы могли понимать, насколько важно изменить привычный образ мышления. Ну, сейчас вы должны все меня слушать, абсолютно все, раз вы не доверили здесь быть за кафедрой. Сложите руки так, как вам удобно. Ну, покажите, чтобы я ваши руки видел. Поставьте перед собой. Спасибо. А сейчас, вот, обратите внимание, как у вас сложены руки, и на один пальчик переставьте их, например, тот, который был ниже, ниже, чтобы он сейчас стал выше. То есть, разнимите руки и сложите, но уже на один пальчик, наоборот. Только все это сделайте, мне всех вас отсюда видно. Спасибо. И вот так вот держите. Неудобно, правда? Хотя, казалось бы, ничего особенного. Если даже мы посмотрели налево-направо, вы обнаружите, что кому-то как раз таки, вот, неудобно так, как вам удобно. И наоборот. И единственное, что хочется сейчас, это разнять руки и сложить так, как удобно. Не так ли? А вот сложите сейчас снова так, как удобно, и можете даже специально посмотреть налево-направо, может оказаться, что так, как вам удобно, а другому неудобно. У него наоборот, так, как вам неудобно, это его привычные сложенные руки. В чем вопрос? Вопрос не в том, что вот так правильно или вот так правильно. Вопрос просто, как мы привыкли. Так вот, так, как мы привыкли, нам это кажется самым лучшим. И нам ничего не хочется менять. Нам хочется, чтобы так, как нам удобно, чтобы так оно было всегда. Но не всегда это хорошо, так, как нам удобно. Поэтому многое нужно менять. Особенно сегодня мне хотелось бы, чтобы мы с вами, посмотрев тему о детях, увидели, что нам нужно поменять. И, возможно, где-то выйти из своей зоны комфорта. Для того, чтобы те возможности, которые Бог хочет, чтобы у каждого ребенка были, это возрастать в премудрости, в возрасте и в любви у Бога и человека. И чтобы ко Христу могли обращаться не просто половина человека, а чтобы наши дети, дети, которые живут вокруг нас, дети наших друзей, знакомых, они имели возможность иметь соприкосновение с Богом с самого юного своего детства. И вот сегодня, друзья, мне хотелось бы, прежде чем развить эту тему, спросить, как вы думаете, дьявол понимает важность детей? К сожалению, да. И очень сильно. Я смею предположить, когда он наблюдал за Господом, как тот с праха земного творил наших родителей Адама и Еву, и дьявол не мог не заметить счастливую, радостную улыбку Бога, наблюдая за тем, как, сотворив прекрасных Адама и Еву, он радовался своему творению, созданному по его образу и подобию. И дьявол понял, чтобы нанести самый сильный сокрушительный удар в сердце Бога, надо ударить по людям. Но не просто по людям взрослым, а надо ударить по детям. И, к сожалению, друзья мои, на сегодняшний день я должен констатировать факт, что он очень сильно преуспел. Самое небезопасное место для ребенка на сегодняшний день – это чрево его матери. Тысячи миллионов оборудов, которые совершаются. Дьявол радуется, потому что его цель достигается. А статистика говорит о том, что каждый день, каждый день, сегодня в том числе, умирает 20 тысяч детей, родившихся в этот мир в возрасте от 0 до 5 дней. Ребенок, который только что родился, 20 тысяч детей в сегодняшний день не доживут больше, чем 5 дней. Причем многие из них могли бы спокойно продолжить жизнь, если бы получили как просто нормальное медицинское обслуживание, то, что им необходимо, в связи, скажем, с теми трудностями их рождения, которые были обусловлены. И одна треть человечества погибает, так и не достигнув возраста 20 лет. Другими словами, если церковь будет ожидать, пока дети подрастут до возраста молодежи, очень многим она никогда не сможет дать Евангелие. Очень к многим она просто не сможет прикоснуться, потому что они умрут в детском возрасте, в подростковом, так и не достигнув совершеннолетия. Насколько дьявол понимает важность детей, можно, например, увидеть из истории, что прежде, чем прозвучал первый выстрел Второй мировой войны, Гитлер работал над сердцами и умами детей, создав покорную армию, которая, не обдумывая, готова была выполнить любой его приказ. Если мы обратим внимание на коммунистический режим, в котором мы с вами жили, мы можем обнаружить, насколько также коммунизм, скажем, уделял внимание тому, чтобы дети получили то воспитание, которое они хотели им насадить, в том числе, чтобы Бога нет. Поэтому, друзья, сегодня мне хочется посмотреть с вами с другой стороны и посмотреть на самое главное, а важны ли для Бога дети? Или Ему важны только взрослые люди? Важны ли для Бога младенцы? Важны ли для Него дети, которые, по сути, по большому счету, на богослужении чаще всего могут просто мешать взрослым служить? То, о чем проповедует из-за кафедры. И вот сегодня мне хотелось бы, обращая внимание на это, во-первых, сказать о том, что в Священном Писании около 1600 текстов, которые говорят о важности детей. Но, из-за того, что вы с вами, помните, привычки, да? Привыкли больше думать, я в том числе, и многие пасторы так привыкли думать, потому что не всегда же мы были пасторами, когда-то мы были просто членами церкви. И наблюдая, скажем, за тем, на что ставятся акценты, а акценты всегда ставились на важность взрослых, соответственно, скажем, как бы дети, они менее попадали под поле зрения, и еще недавно, когда, если бы меня спросить, сколько я знаю наизусть библейских текстов касательно важности детей, то я мог сразу же вспомнить один единственный. пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне. И на этом мне казалось это почти все, что говорит Библия о детях. Но на самом деле, друзья, в Библии оказывается около 1600 текстов, которые показывают о важности детей. Более того, задумывались ли вы, например, над таким важным аспектом, что в Библии ребенок выступает символом Божьего Царствия. Каждый раз, когда Христос хочет показать наилучшую иллюстрацию Его Царствия, Он берет ребенка и говорит, если не умолитесь и не будете как дети, не войдете. Потом, кто принимает это дитё во имя мое, меня принимает. Потом, когда мы смотрим с вами, например, в книгу пророка Исаия, где перечисляется, что же будет в Божьем Царстве, вдумайтесь, что же хочет донести до нас Господь. Книга пророка Исаия, 11 глава, и здесь с 6 текста я читаю. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и волк будут вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицею, и детёныши их будут лежать вместе, и лев, как волк, будет играть, будет есть солому, и младенец будет играть над новою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Три раза подряд пророк Исаия говорит, что там будут делать дети, потому что на земле, в которой царствует грех, в первую очередь, страдают дети. Совершается ли прелюбодеяние и распад семьи? Да, страдают и взрослые, но больше всего страдают дети. Минимум 30 лет, говорят исследователи, ребенок несет на себе последствия распада семьи родителей, которые тяготеют на его сердце, разуме, сознании. Часто ребенок чувствует себя виноватым в том, что родители разошлись, хотя по сути вины-то ребенка в этом абсолютно никакой не было. Если происходит война, первым, кто больше всего страдает, это не взрослые, а дети. Если наступает голод, первым, чаще всего, страдают опять-таки дети. Самые незащищенные слои общества это дети. И когда Бог хочет показать преимущество своего царствия, Он говорит, в моем царстве ребенку будет безопасно, в моем царстве ребенку будет хорошо, в моем царстве больше дети не будут бояться, в моем царстве больше дети не будут плакать, в моем царстве больше они не будут знать зла. И Он показывает нам, как дети будут играться со змеями, как они будут играться со львами, как они будут играться с теми животными, которых боится даже взрослый человек. Что для Бога значит дети? Во-первых, это символ Его Царствия. Если кто-нибудь из вас любит конспектировать для себя важные мысли, которые вы хотите не потерять, то запишите для себя, что дети для Бога – это символ Его Царствия. И когда вы будете читать пророчества о Новой Земле, когда вы будете читать о том, что нас ожидает, обратите внимание, что говорит Бог, как там в Его Царствии – будут чувствовать себя дети. Но когда мы хотим знать, как Бог относится к детям, нам очень важно осознать тот факт, что для Иисуса Христа никакой проблемы не состояло прийти в взрослом виде, прийти в образе мужчины лет тридцати, как думали. Но Он приходит маленьким ребенком. Он рождается, проходит путь рождения, который проходит каждый человек, рождаясь беспомощным младенцем. Этим самым Бог показал нам, насколько близко Ему переживание родителей, насколько дорог маленький человек, которого Он созидает в утробе матери, которую Он дает силы родить. И как много для Бога значат маленькие дети. Сегодня, друзья мои, мы живем в то особое время, когда нам просто-напросто надо выйти из своей зоны комфорта. И нам нужно поменять те привычки, которые просто нам привычно так, нам хорошо так. И мы ничего не хотим менять, потому что это удобно. И поменять что-то в своей жизни, пусть будет некоторое время неудобно, но пусть будет так, как Богу угодно. Так, как это Ему принесет славу. Хочет ли Бог, чтобы церкви поменяли свое отношение, и чтобы на детей они смотрели не как на полчеловека. И в церковном бюджете, чтобы выделяли не 3% максимум на детей, хватит им там подарок на Новый год, и еще что-нибудь, где-нибудь там какой-то маленький подарочек за то, что они выступят. А чтобы изменить отношение и на детей, в том числе через бюджет местной общины, уделить совершенно другое внимание. Друзья мои, очень важно, что для нас является самым ценным. Куда мы готовы направлять самые большие усилия, как церковь? Куда мы готовы направлять наши ресурсы, как церковь? Ребенок в возрасте от 4 до 14 лет похож на только что залитый бетон, не схватившийся, на который легким прикосновением пальцем можно оставить след, который останется на века. С 14 до 18 лет жизнь молодого человека, девушки или мальчика, парня или девушки, она похожа на схватившийся цемент только что, где мастер молотком может оставить хороший след. Но после 18 лет жизнь человека похожа на схватившийся бетон. И чтобы оставить след в этом бетоне, необходим уже динамит. Куда церковь вкладывает самые большие свои ресурсы? Не в динамит ли? На что направлены наши главные церковные программы? На какой возраст людей? Не на тот ли, где уже прикосновение пальца бесполезно? Где даже молоток бесполезен? Где нужно просто динамит? Очень важно, чтобы мы с вами имели возможность смотреть и обращать внимание на то, что принесет самое большее благословение для нас как церкви и славы для Божьего Царствия. Нам очень часто кажется, что если к Богу придет бабушка или дедушка, у которых большая семья, в которых много внуков, правнуков, и они когда увидят, что бабушка, любимая бабушка, любимый дедушка познали Бога, и они все вместе, все родственники, они обязательно начнут обращать внимание на Бога, на Евангелие, и они также придут следом за ними. Практика показывает обратное. Чаще всего дети, внуки, они говорят, папа, мама, бабушка, дедушка, вы свою жизнь прожили для себя, а под конец вы решили жить для Бога, мы тоже так хотим, поэтому не осуждайте нас, что мы хотим пожить для себя. И совершенно другая ситуация происходит, когда ребенок зовет папу, зовет маму, зовет бабушку, дедушку, пойдемте со мной, пойдемте со мной на богослужение, пойдемте со мной, потому что я там буду рассказывать стих, я там буду петь песню, я не знаю, что угодно может быть, а поблуждающим еще, для чего ребенок приглашает, чтобы взрослые пошли вместе с ним. И ребенок очень часто в таком случае похож на маленький буксир, который тащит в порт огроменный лайнер. Поэтому, друзья, сегодня мне очень хочется, чтобы обращая внимание на Священное Писание, особенно те, у кого есть дети и внуки, мы могли понять, что же больше всего от нас ожидает Господь. Я приглашаю вас открыть книгу Псалтырь, 126-й Псалом, и здесь очень сильное описание, что значит «для дети, для родителей, по мнению Бога». Потому что Священное Писание – это воля Божия, переданная устами человека, книга Псалтырь, Псалом, 126-й, с третьего текста я читаю. «Вот наследие от Господа дети, награда от Него плод чрева, что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который именно полно толчан свой». Обратите внимание, друзья мои, что когда мы читаем книгу Псалтырь, нас разделяет не только тысячелетия с временем написания этого псалма. Нас разделяет и языковой, и культурный барьер. «Когда мы читаем с вами то, что было написано в книге Псалтырь, мы должны переводить на современный язык, где современного уха правильно, смысл. Когда Иудей читает, житель Востока, что «вот наследие от Господа дети, награда от Него плод чрева, что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые», дословно, мы должны понимать «то сыновья и дочери молодые». Дело в том, что таких вопросов могут возникать только у нас с вами. Например, когда мы читаем четвертую заповедь, и мы читаем «Не делай ни ты, ни сын твой», и многие спрашивают «А где там жена?» И некоторые думают, что жена – это пришелец, который в жилищах твоих. На самом деле, когда Бог говорит, что «не делай ни ты», под этим «ты» Он воспринимает мужа и жену ценно. Будут двое, одна плоть. Поэтому, когда мы читаем четвертую заповедь и читаем «Не делай ни ты, ни сын твой», то это не означает, что жена освобождается от закона, что ее там нет, или ее нужно искать в пришельце, который живущий в жилищах твоих. А что там идет речь об обоих, о муже и жене. И когда мы читаем Псалом 126, что стрелы в руке сильного, то сыновья и дочери молодые. Блажен человек, который ими наполнил колчан свой. После этого возникает вопрос «А что делать с этими стрелами?» Господи, ну дал ты мне наполнить ими колчан мой. А что ты от меня ожидаешь? Что я должен сделать с этими стрелами, чтобы однажды потом ты мог сказать мне «хорошо, добрый и верный раб»? Давайте мы посмотрим с вами одну историю, которая косвенно отвечает нам на поставленный нами вопрос. Это книга «Царств», четвертая книга «Царств», у кого такая же Библия, как у меня, это 410-я страничка, чтобы вам легче было и быстрее найти. Четвертая книга «Царств», 13-я глава, и здесь я читаю с 14-го текста. Четвертая книга «Царств», 13-я глава, с 14-го текста. «Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. И пришел к нему Иоас, царь Израильский, и плакал над ним, и говорил, «Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его». И сказал ему Елисей, «Возьми лук и стрелы». И взял он лук и стрелы, и сказал царю Израильскому, «Положи руку твою на лук». И положил он руку свою. И наложил Елисей руки свои на руки царя. И сказал, «Отвори окно на восток». И он отворил. И сказал Елисей, «Выстрели». И он выстрелил. Мало иметь радость от того, что наш колчан наполнен стрелами. Что мы имеем подарок наследия от Господа детей. Нам нужно еще знать, а какое наше главное предназначение. Я должен сегодня сказать вам, друзья мои, что вообще не входит в наше предназначение заботиться ломать голову над тем, какая профессия будет у наших детей. Очень многие родители, которые являются медиками, считают, что дети обязательно должны стать медиками. Те, кто являются преподавателями или учителями, считают, что дети обязательно должны быть учителями. И чаще всего происходит даже трагедия, когда родители из художника пытаются сделать математика, с математика пытаются сделать с музыканта, с музыканта-тракториста, с тракториста еще кого-нибудь. Другими словами, занимаются тем, что не входит в их священные обязанности. И чаще всего бывает так, когда родители все свои усилия направляют в неправильном русле, и ребенок сдается на милость родителей, идет и обучается, и получает высшее образование, создает свою семью, бросает этим дипломом, который сто лет ему не нужен, потому что ему эта профессия не нравится, не по душе и так далее, и начинает осваивать какое-то совершенно новое ревесло через слезы родителей, что он уже стал самостоятельным, и он уже не хочет слушаться и хочет строить жизнь по-своему. Друзья мои, в этом ли предназначение родителей? Самое главное предназначение родителей, это состоит в том, чтобы окна были открыты на восток, чтобы эти стрелы, когда они покинут родительское гнездо, чтобы они покинули по направлению востока, это не говорит о том, что физически нужно избрать компас и открывать те окна в доме, которые физически направлены на восток, нет. Здесь имеется в виду, чтобы направление жизни детей было направлено по отношению Бога, и не важно, кем они будут трактористами, музыкантами, певцами, художниками и так далее, не важно, какую профессию они выберут, однажды в вечности они смогут поменять все профессии, какие только существуют во Вселенной. Вы слышите меня? Вся вечность будет открыта для того, чтобы стать и хорошим художником, и хорошим музыкантом, и кем только вы бы не захотели, и не возмечтали, чтобы они достигли, будет в вечности время и возможности, безграничные. Сегодня самые главные усилия родителей должны быть направлены на то, чтобы окна в доме были открыты на восток, и чтобы когда эти стрелы покинут дом, и они уже не будут в твоем колчане, они уже будут за пределами твоего дома, чтобы их полет, непрерывный полет, был к Богу. Вот в этом наше предназначение. И в этом мы не имеем права опускать рук, даже если эти стрелы уже летят, уже далеко от дома, но не по отношению Бога. Бог говорит, я буду состязаться с противниками твоими, и сыновей твоих я спасу. Бог говорит, не опускай рук, борись за своих детей, продолжай молиться, продолжай делать то, что в твоих силах, чтобы этот полет уже я вмешивался и делал со своей стороны все возможное, чтобы перенаправить полет, покинувший твой дом твоей стрелы. Но сегодня, друзья мои, особое внимание мне хочется обратить тем, кто еще в своем колчане не имеют стрелы. Тех, кому эти стрелы доверяют ваши дети в качестве внуков и не проводят с вами время. Друзья мои, время, особенно от 4 до 14 лет, вы можете оставлять след в душе ребенка, меняя ценности и направления его жизни. И вы даже не представляете, что это значит. Вы можете поменять ход истории всей страны, потому что вы не знаете, кем будет этот дитек. Возможно, оно станет министром или президентом. Вы даже не знаете, какое будущее у этого девочки или этого мальчика. Но прикасаясь к его жизни, оставляя след в его жизни и пытаясь координировать его направление в полет к Богу, вы можете поменять целый ход мировой истории. В заключение я хочу привести короткие примеры из множества примеров Священного Писания, которые вы хорошо знаете, я просто вам напомню. Первая история, которую я хочу вам напомнить, о том, как маленькая девочка по имени Марьян наблюдала, как в сплетенной корзинке и осмоленной вниз по Нилу, чтобы не видеть, как он погибнет, был отправлен ее братик Моисей. И когда она увидела, что царица взяла этого ребенка, эта девочка не побоялась, не постеснялась. Она пошла к царице с предложением, я могу найти для вас кормилицу. А сейчас подумайте, что значит эта маленькая девочка по имени Марьян для всемирной истории. Если бы не эта маленькая девочка Марьян, в которой родители прикасались Евангелием, мы не имели бы Моисея, мы имели бы совершенно другую историю Священного Писания. Как много значит это прикосновение богобоязненных, любящих Бога родителей. Вдумайтесь только! За короткое время пребывания в семье Моисея, эта удивительная женщина по имени Иоховеда, настолько хорошо, умело, с Божьей помощью прикасалась к жизни этого ребенка, что когда он покинул дом, несмотря на то, что он получил образование в самых высоких школах Египта, его полет неукоснительно, ничто не могло сбить с курса на восток эту стрелу, покинувшую дом родительский. И Моисей, прекраснейший пример вдохновения для каждого из нас сегодня. Следующая маленькая девочка, которую я хочу напомнить, которую все мы с вами хорошо знаем, которая находилась в доме сирийского военачальника Неймана. Захватчика. Того, который лишил, или его армия, лишила ее родителей. Она сирота, и она служанка, или рабыня, если хотите. И вдруг эта девушка обнаруживает, что ее враг смертельно болен. И сейчас мы узнаем, каковы были ее родители. Чему родители учили этого ребенка? Наверное, сейчас мы увидим, как эта маленькая девочка побежит со всей сил в дальнюю комнатку, закроется, встанет на колени и скажет, «Спасибо тебе, Господи, что этот враг, который лишил меня родителей, наконец-то смертельно заболел». Помоги, чтобы побыстрее он умер. Но мы не увидим такой молитвы. Мы увидим совершенно другое. Когда эта девочка подойдет и со страданием скажет такие слова, которые коснутся сердца этого безбожника, и он отправится в дальнюю страну, даже не имея точного адреса, чтобы найти пророка Божия в земле Израильской, чтобы исцелиться. Эта маленькая девочка, благодаря своим родителям, благодаря тому прикосновению, благодаря тому, что их окна были открыты на восток, она стала евангелистом международного уровня. Благодаря этой девочке совершалась евангельская программа и спасение в других странах. И в заключении еще один пример. Пример Анны, которая очень мечтала иметь детей, которая вымолила у Бога ребенка, но, вымолив ребенка у Бога, стремилась сделать все возможное, чтобы прикоснуться евангелем к своему детяти. И когда так случилось, что ее ребенок оказался в доме первосвященника, первосвященника, который имел закрытые окна на восток, который попустительствовал своим сыновьям, которые творили немыслимое беззаконие, и единственный человек, к кому Бог мог обращаться, говорить в доме первосвященника, и кто мог бы был его слышать, это был этот мальчик Елисей, будущий великий пророк. Ой, Самуил, прошу прощения. Друзья мои, вдумайтесь только, как важно, как важно не упускать эту возможность, пока дети малые, пока они восприимчивы к тому, чему мы их учим, к тому, что они видят в нас. Но, друзья мои, это и большая ответственность. На людях мы обычно самые идеальные, на людях мы стараемся вестись самым лучшим образом, а дома зачастую мы расслабляемся и являемся такими, какими мы есть с воскресенья по пятницу. А дети смотрят на нас и считывают с нас не только то, чему мы их учим по субботам, не только то, что мы их учим тогда, когда хотим им передать какие-то знания, какие-то важные ценности, но они смотрят на нас с вами и очень многому учатся. Это очень ответственное время, которое дарит нам Бог, воспитывая наших детей до того момента, когда они покинут наш дом. Нам очень важно восстанавливать семейные алтари. дьявол очень хочет, чтобы у нас не было вечерней и утренней молитвы семьи. А если и была, тогда чтобы просто так отчитали, как нечто привычное, как нечто обыденное, обязанность, которую нужно. Друзья мои, сегодня я отношу эти слова к себе и я хочу, чтобы вы услышали меня каждый. Очень важно, какой фундамент ценностей мы закладываем сегодня в своих семьях. Потом дети, которые приходят к нам в церковь. Что они могут увидеть, запомнить, какое прикосновение церкви они получат. Возможно, они могут запомнить только вот это и строгий взгляд человека, которому помешали слушать проповедь. И, возможно, они запомнят совершенно другое. Радостный взгляд. Спасибо, что ты вместе с нами сегодня. И в каждом ребенке, увидев символ Царства Божия, потому что Христос пришел маленький младенец, чтобы показать нам, насколько важны для него дети. И если мы сможем Евангелем прикоснуться к детям, создать ту атмосферу в церкви, где ребенку было бы безопасно так же, как ему будет хорошо и безопасно в Божьем Царстве, этот ребенок будет просить родителей, которые в субботу, возможно, не очень будут хотеть идти в церковь. Он говорит, папа и мама, пойдемте, пойдемте, мне так там не нравится, мне так там хорошо. Поэтому, друзья, пусть добрый Господь дарует мудрости активу Царкви, тех, кого мы избрали, как нам направлять важности приоритетных служений, чтобы все больше и больше прекрасная община села Тернова могла наполняться радостными детскими голосами, славящими Бога в субботнем богослужении. Я никогда не забуду свое детство, как было приятно изучать библейские тексты, выходить, рассказывать, а потом интересные сюрпризы. Я не тому, чтобы, скажем, как бы, я не знаю, я и сам, будем говорить, не всегда радостно воспринимал, когда кто-то моим детям конфеты давал, но свое детство вспоминаю, было очень приятно, скажем, когда кто-то там не просто похвалил и погладил по головке, но и конфетку какую-то там, что молодец, что стих изучил, такой хороший стих и так далее. В любом случае, сделайте все возможное, чтобы детские голоса, славящие Бога, они были чаще во время богослужения, и чтобы дети тянулись сюда, чтобы они звали сюда своих пап, мам, чтобы они звали сюда дедушек, бабушек, чтобы они звали в конце концов своих друзей, своих родных и близких, и однажды, друзья мои, мы сможем не только услышать от Бога хорошо, добрый и верный рам, но мы сможем увидеть, сколько жизней было изменено благодаря тому, что вовремя мы, как церковь, обратили должное внимание детям. Что для нас дети? Пол человека или человек? Что для нас, какая для нас ценность дети? Пусть эти размышления сегодняшний день поутят нас с вами пересмотреть, что мы можем сделать для детей. Пусть добрый Господь поможет, чтобы наши таланты, способности, наши возможности были направлены на то, чтобы прикасаться Евангелиям к детям в церкви и в мире. Аминь. Я приглашаю вас для молитвы подняться. Дорогой наш небесный Отец, мы искренне благодарны Тебе за Твою любовь, которую Ты явил нам в Иисусе Христе. Мы благодарны Тебе за то, что Ты явил чудесным образом явление Иисуса в образе младенца, что Он родился маленьким младенцем, показав тем самым, как дороги для Тебя дети. Господи, мы так благодарны, осознавая тот факт, что ребенок является символом Царствия Твоего, и в Твоем Царстве дети будут безопасно и хорошо. Господи, я прошу Тебя за родителей, колчан которых Ты наполнил прекрасными стрелами. Боже, даруй мудрости каждому папе и маме в воспитании детей, чтобы они имели мудрость от Тебя, отчерпали ее у Тебя, чтобы самое главное, чему бы они присвятили свою жизнь в воспитании детей, чтобы они были направлены в полете к Тебе, и чтобы никто, никакой злой ветер, ничего не смогло сбить их с полета на восток. К Тебе, Господь. Благослови, Господи, тех матерей и отцов, которые сегодня переживают о своих детях, которые покинули уже родной, семейный колчан и летят пока еще не по над правлением для Тебя. Господь, дай сил, приумножь надежду, приумножь сил для молитвы, а также содействия тому, чтобы они могли способствовать Твоему возвращению, Твоему спасению, Твоему освобождению и перенаправлению полета сыновей и дочерей к Тебе. Во имя Иисуса, Господь, просим Тебя, чтобы Ты благословил каждого из нас, используя наши таланты, способности, возможности использовать их таким образом, чтобы много детей получили прикосновение Евангелия, как через каждого из нас лично, так совместно, как через Церковь Твою. Во имя Иисуса Христа. Аминь.